Почему я сегодня решила вас собрать? Дело в том, что в последнее время очень много разговоров об иммунитете и о том, как же его сохранить, как его поднять, укрепить в связи с массой проблем, связанных с пандемией и в целом состоянием здоровья и с наступлением зимнего периода. Так вот, хочу вас обрадовать. На российском рынке появился новый продукт, который называется Эммун Альгая. Вы видите его на слайде. Название очень благозвучно теме. Эммун – это практически так же, как звучит слово иммунное. И Альгая – это водоросли. То есть водоросли для укрепления иммунной системы, если так уж переводить. Сила водорослей, она очень велика. И вы прекрасно понимаете, что каждая из водорослей, которые здесь перечислены в составе, они обладают большой силой. Я вам подробнее о каждой из них потом расскажу. И наверняка кто-то из вас и просто водоросли принимал, и в сушеном виде употреблял, и в баночках, в салатах разнообразных, и в виде, может быть, каких-то капсул, таблеток и других средств, потому что это поддержка организма, не только питание для иммунной системы. Но вот в данном случае в составе как раз несколько водорослей. И это уникальный препарат, уникальное средство, синергетически действующее, потому что здесь есть и спирулина с ее бета-каротином, и хлорелла, и литатамниум калькореума, и гематококк плавиалис. И плюс к тому добавлен витамин С, и витамин, очень важный для всех нас, живущих в России, D3. Показания к тому, чтобы использовать этот чудный препарат, широки. Их много, но основные, во-первых, поддержка иммунной системы, и параллельно с этим часто тем, кто чувствует усталость, не хватает чего-то. Человек говорит, все у меня в порядке, но вот чувствую, что я полуразбит, плохо сплю, просыпаюсь вялым. Многие работающие жалуются на выгорание. Это модное такое слово стало в последнее время. Выгорание физическое, психическое, эмоциональное. И этот препарат для всех этих случаев подходит великолепно. Причем принимать нужно всего одну капсулу в течение дня, запивая водой. Кстати, хочу обратить ваше внимание, в принципе, если даже вы едите просто сушеную какую-то ламинарию или другие водоросли, то помните всегда о том, что водоросли требуют воды. Они, конечно, продаваясь в сушеном виде, сублимированы, но как только они попадают в ваш организм, они расправляются, набирают опять воду. И если вы не будете запивать большим количеством воды, все, что связано с приемом водорослей, то они заберут физиологическую жидкость, которая не лишняя в вашем организме. Всегда об этом помните. Как принимать это средство, я позже остановлюсь на этом. Но еще раз хочу обратить внимание, что рекомендуемые суточные дозы в разных регионах планеты различны. Поэтому регулирующие органы устанавливают локальные нормы приема. И я вас с ними познакомлю. Первый идет спирулина. Наверняка среди вас нет тех, кто не слышал бы это название. На слайде вы видите все ее замечательные качества, которые относятся к составу. Что такое спирулина, по сути? Это пресноводная морская сине-зеленая вода. То есть и пресноводная, и морская, потому что она и в пресной воде обитает, и в морской. Сине-зеленая водоросль из класса цианобактерий. Ее основное место произрастания – это содовые субтропические озера, то есть щелочные. Есть такие озера в Мексике, самые экологически, пожалуй, благоприятные, и где-то на юге Африки. Спирулина из древля использовалась для питания, даже древними ацтеками. Они лепешки пекли из нее. А сейчас у нас часто используется эта водоросль для премиального питания животных, аквакультур, рыбы, например, или креветок, потому что она обладает богатейшим минеральным составом. Ну а люди ее используют еще в качестве дополнительного источника йода и аминокислоты. Это произошло не просто так. Дело в том, что НАСА в свое время предложила выращивать спирулину в космосе для получения питательных веществ космонавтам. И вот таким образом она обрела известность и славу. В состав спирулины входят и белки до 60% от общей массы, и жиры до 7%, а это достаточно много. Полиненасыщенные жирные кислоты, очень ценные. Гамма-линолевая, альфа-линолевая, линолевая, стеариновая, экзозапатентаеновая, доказагексоеновая, арахидоновая, витамины В1, В2, В3, В6, В9, и С, и Д, и А, и Е. И плюс к тому микро- и макроэлементы. Ценные, которые у всех у нас на слуху. Это и кальций, и калий, и хром, и медь, и марганец, и натрий, и цинк. Основные, есть еще и другие. И благодаря этому, понимая, какой это богатейший состав, мы говорим о том, что это продукт, который может побороться со многими овощами полезными свойствами. То есть потягаться, кто первый, кто лучше. И по содержанию витаминов, и полезных веществ. Кроме того, в спирулине очень много железа. Больше, чем в шпинате. А по концентрации бета-каротина это водоросль побеждает сырую морковку. А мы понимаем, что такое сырая морковь, как источник бета-каротинов. И цианокабаламин, который содержится в спирулине, тоже очень ценная вещь, но она уникальна. И применительно просто к обычной водоросли, которую можно где-то вырастить. Хочу сказать, что вот этот самый цианокабаламин содержится в оболочке. А оболочка – это не самая биодоступная форма для употребления в пищу. То есть, если вы просто вырастите где-то спирулину и будете ее есть, то эти полезные вещества не усвоятся. И именно поэтому все поборники здорового питания употребляют ее в составе БАДов, потому что другого способа нет. И прием спирулины помогает обрести многие вещи полезные организму. Например, нарастить мышечную массу, похудеть, восполнить недостаток полезных веществ, снизить уровень холестерина, что важно каждому, наверное, в наше время, поддержать работу сердечно-сосудистой системы. А заболевания сердечно-сосудистой системы у нас на первом месте не только в стране, а вообще в мире. И спирулина, поэтому, является важным компонентом в детокс-диете, потому что она улучшает работу печени и усиливает барьерные механизмы, очистительные функции организма. Одновременно она способствует быстрому заживлению ран, а это очень важно в послеоперационном периоде, после любой операции, и в посттравматическом в том числе. Кроме того, это ценная добавка в комплексном лечении миопии тяжелой степени, ее прогрессирования и других болезнях глаз. А зрение для нас тоже очень важно. То есть она способствует повышению остроты зрения. Ну и, как мы вначале сказали, спирулина мощно поддерживает работу иммунной системы. Почему? Потому что она усиливает синтез стволовых клеток красного мозга и повышает их активность. А с этими клетками связаны макрофаги, то есть утилизаторы, которые очищают организм от ненужных веществ в процессе метабаланса. И еще больше становятся Т-клеток. Мы о них тоже знаем, какую роль они играют для иммунитета. Потому что именно они формируют защиту от вирусных инфекций, включая коронавирус. И в постреабилитационный период, после любого заболевания, помогает восстановлению ДНК в пораженных клетках. И еще очень важно. В спирулине содержится фикоцианин. Это противоопухолевое соединение. Поэтому ежедневный прием спирулины подавляет рост злокачественных раковых опухолей и не дает распространяться метастазам. Но одновременно с учетом этого очень полезно спирулину принимать и после радиотерапии, и после химиотерапии. У многих такая проблема есть. И, кстати, если, например, у кого-то выявлена лимфома, диффузная лимфома, такой не очень хороший вид рака, то тоже для подавления этого заболевания спирулина просто бесценна. Она реально помогает. Это доказательная медицинская. И, пожалуйста, микрофон. Еще если есть какие-то заболевания, которые предписывают прием преднизолона, то спирулина нужна для того, чтобы нейтрализовать действие преднизолона. Видите, как много всяких полезных качеств. Это всего один компонент этого комплекса иммун-альгая. Но плюс к полезным каким-то позитивным сторонам хочу обратить внимание, что есть и противопоказания. Единственное фактически – это аллергия на йод или повышенная чувствительность к спирулине. Такое тоже встречается, поэтому никогда не злоупотребляем. Только анализируем свое состояние, пробуем, и потом уже начинаем регулярный прием, чтобы не было удивления, что вообще произошло с организмом. И вообще это касается любых веществ. Сразу вас предупреждаю, что у нас нет никаких панацей, которые для всех хороши. Всегда очень внимательно относимся к тому, что кладем в рот. Ну а в целом спрос на спирулину настолько велик, что дикого растения не хватает. И поэтому во многих странах появились искусственные формы выращивания. Очень много выращивают сине-зеленых водорослей повсеместно. Но она же должна выращиваться в чистой воде. Это что? Это значит без тяжелых металлов и отравляющих веществ. Таких акваторий очень мало на Земле, к сожалению. И поэтому история знает случаи отравления, далеко не единичные. Так что источник получения водорослей имеет ключевое значение. И если в составе БАДов, которые вы принимаете, есть спирулина, то это еще не абсолютная гарантия ее полезности. Надо обязательно посмотреть, откуда она добыта, как и кем переработана. И почему я рекомендую именно этот состав? Потому что компания GNS-производитель очень требовательно относится к поставщикам сырья и контролирует всю цепочку производства. Поэтому гарантия высочайшего качества, она, безусловно, есть. Следующая водоросль в составе – это хлорелла. Что это такое? Это одноклеточная пресноводная зеленая водоросль. Она славится тем, что поглощает углекислый газ и выделяет кислород. Причем этого кислорода по эффективности больше в 10 раз, чем могут выделять наземные растения. И, кроме того, хлорелла связывает тяжелые металлы, способствуя их выводу из организма. Это тоже очень ценно и важно. Часто планктонную хлореллу используют для биологической очистки прудов, водохранилищ, акватории, где выращивается рыба, и аквакультуры. Марина Константиновна Ильичева выделяется, пожалуйста, микрофон. И она неизменно работает на результатах. Но вот так же, как в случае со спирулиной. У нее очень твердая клеточная стенка. И эту стенку наш желудок, желудочно-кишечный тракт, переварить не может. Именно поэтому биодоступные водоросли становятся после специальной обработки. И тогда ее детоксикационные свойства проявляются в полной мере. А это тоже, конечно, какая-то промышленная технология. В домашних условиях вы этого не сделаете. И посмотрите, какой у нее богатый состав. Вообще все водоросли, как я сказала вначале, обладают великолепным составом. Но, конечно, каждая из них имеет какие-то свои дополнительные плюсы. Далее. Третий компонент это литотамниум калькарелум. Такая маленькая красная известковая водоросль размером в 2 см, не больше. Она относится к семейству королины, поэтому ее называют коралловой. Если вы услышите о коралловой водоросли, то это как раз литотамниум. В нем есть много разных минеральных солей. И кальций, который активирует свертываемость крови, участвует в передаче мышечных импульсов, ликвидирует дефицит кальция и помогает при костных нарушениях, при разрушении деструкции костной ткани, при нервных нарушениях. Еще магний, которого тоже достаточно много. Это олигоэлемент, который участвует в большинстве физиологических функций в процессе метаболизма и при синтезе и усвоении белков, жиров, углеводов. Кроме того, участвует в формировании антител. Я о магнии сейчас говорю. И поэтому обладает противоаллергенным, противовоспалительным и антистрессовым действием. И еще он стимулирует мозговую деятельность. Участвует в регуляции, секреции гормонов надпочечников и яичников. То есть очень ценный элемент. Мы об этом знаем. Я просто напоминаю. Еще есть фосфор в значимом количестве. А фосфор – это что? Это построение клеточных мембран. Дорогие друзья, прошу вас, отключите, пожалуйста, микрофоны. Правильной формы. Шапайкина Нина Борисовна, Павлова Наталья Васильевна и Личева Марина Константиновна. Бодрость, активность. Спасибо. И много фтора. Фтор тоже участвует в формировании костей, начиная с зубов. И поэтому недостаток фтора провоцирует декальцинацию. Мы об этом знаем, поэтому во многих зубных пастах содержится фтор дополнительно. Какие основные свойства этой водоросли? Она нормализует работу гипоталама, гипофизарной системы. И связанных с ней железо-внутренней секреции яичников и надпочечников, как я говорила выше, оптимизирует баланс микро- и макроэлементов. Это значит, устраняется недостаток структурных микроэлементов и макроэлементов, которые я называла, и эта водоросль является катализатором ферментативных реакций, поэтому она активизирует процессы, которые происходят в клеточках, в клеточный метаболизм, на получение питательных веществ и на вынос метаболитов. Поэтому она способствует очищению клеток. Еще, может быть, кому-то важно и интересно, она борется с похмельным синдромом. Поддерживает работу нервной системы, устраняет последствия стрессов и перенапряжений. Наверное, нет человека, который бы не отметил эту сторону. Способствует нормализации сна. Тоже большая проблема. Каждый второй сейчас жалуется на то, что как-то расстраивается сон. И этот процесс нарастает. Укрепляет сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат, улучшает кровоснабжение, снимает мышечную усталость. Мышечная усталость бывает по разным поводам. И от физического перенапряжения, и даже от неправильного питания, потому что, когда мышцам не хватает структурных элементов, то они ведут себя выдавая больно на гора. И мы часто не знаем, из-за чего это происходит. Еще эта водоросль нормализует PH кожи, что способствует внешней красоте, ну и устранению сухости. И есть много серы в литотамниоме, поэтому она очень важна для лечения суставов и позвоночника. И это ее свойство используется в грязевых процедурах. Когда вы едете куда-то в санаторий и принимаете грязи, то литотамни там всегда есть в составе этих грязей. Как правило, может быть, не в 100% случаев, но в основном есть. Поэтому таким образом основные показания к приему каковы. Если у вас есть состояние, связанное с дефицитом кальция, с задержкой жидкости в организме, а это отеки, артрозы, артриты или какие-то болезни позвоночника, висцеральное ожирение или бедренно-ягодичное, то есть или живот или попа велики и хотите формы свои улучшить. Программа лечения целлюлита тоже включает эти водоросли. Ну и естественно их добавляют и в какие-то косметические средства для внешнего оздоровления и омоложения и в пищевые продукты, как в данном случае. Есть случаи добавления, например, в растительное молоко для обогащения кальцина. Четвертое водоросли, входящее в состав этого комплекса, гематокок дождевой. Это зеленая водоросль, которая под действием стресса при повышенной инсоляции. То есть для нее стресс это что? Яркий солнечный свет, высокая соленость воды или низкая доступность питательных веществ, потому что она тоже должна как-то расти и развиваться. Ее клетки переходят в фазу покоя и начинают интенсивно вырабатывать астаксантин. Астаксантин это красный пигмент. Поэтому посмотрите на слайд снизу зелененькие шарики это ее естественное состояние, а под воздействием стресса эта зеленая водоросль краснеет. И таким образом гематокок защищается от агрессивной окружающей среды. Его добавляют в корма, потому что астаксантин очень ценный элемент например в птицеводческих хозяйствах очень охотно используют или на фермах аквакультуры. Вот мы иногда стремимся покупать яйца с яркими желтками если они необычно яркие слишком яркие интенсивные такие то это наверняка свидетельствует о том что птицу кормили водорослями гематокок дождевой или например рыба которая выращивается в специальных акваториях бывает неестественно красная потому что если вы выловите где-то рыбаки это знают в естественной акватории то она такая не очень яркого цвета ну например о лососе если мы говорим а когда мы видим на прилавке ярко-красный лосось это тоже говорит о том что в питании использовали вот эту водоросль гематокок дождевой плюс к тому в составе есть витамин С обогащение витамином С не случайно потому что все мы давно знаем что витамин С прекрасный антиоксидант и он защищает клетки от кислительного стресса и также участвует в образовании ряда гормонов в нашем кишечнике и способствует превращению холестерина в желчные кислоты которые тоже участвуют в пищеварительных процессах а еще помогает синтезу интерферона а это значит поддерживает и улучшает работу иммунной системы и способствует всасыванию железа что тоже важно и вот в одной капсуле мун альгаи 12 микрограмм витамина С это немало достаточно хорошая доза наконец еще один компонент который тоже нам хорошо известен это витамин D он предписан буквально всем и здоровым и больным в нашей полосе России точно абсолютно чем он хорош обеспечивает всасывание кальция и фосфора благотворно влияет на обмен углеводный все что связано с лишними жировыми отложениями и каскадом болезней на этом фоне лечится профилактируется добавлением витамина D к нашему рациону и есть масса исследований которые свидетельствуют о том что длительный прием витамина D обеспечивает более активную жизнедеятельность увеличивает продолжительность активной жизни потому что иммунная система начинает работать нормально в одной капсуле 400 единиц витамина D но что касается рекомендаций по приему его они разные тоже чуть позже об этом скажу здесь хочу обратить ваше внимание на то что молодым тоже витамин D крайне важен потому что он формирует здоровую и крепкую костно-мышечную систему которая в будущем при достижении серебряного возраста обязательно сыграет свою роль поскольку с годами начинает развиваться остеопороз образуется деструкция суставов связок сухожилий фасций мышц то есть опорная опорно-двигательная система сыпется буквально говоря и вот для того чтобы этого не было нужно с молодых лет думать о будущем как принимать рекомендуется в российской зоне по одной капсуле один раз в день а в Европе одна капсула три раза в день эти разные подходы они обусловлены просто своими специфическими нормами которые рассматривают содержание каждого из элементов в этой капсуле и обязательно если вы будете принимать этот препарат нужно обратить внимание на то что или за 30 минут до приема лекарств любых или пищи нужно его использовать или через 30 минут после то есть не сочетать ни с лекарствами ни с приемами пищи и напоминаю запивать достаточным количеством воды что касается особых указаний по потреблению водорослей хочу обратить ваше внимание кратко для беременных и кормящих грудью есть всегда некие предостережения им нужно советоваться следующим врачом еще такой момент если у кого-то искусственные сердечные клапаны или человек принимает препараты с антикоагулянтами из группы антигонистов к витамину К то тоже нужно очень осторожно обращаться с этим потому что важно учитывать общее количество антикоагулянтов водоросли они такие мощные антиоксиданты и соответственно антикоагулянты они могут снижать эффективность препаратов принимаемых и при приеме современных я имею ввиду старые варфарин инкумар фенилин и прочие а сейчас современные антикоагулянты уже немножечко иначе выстроены в частности гепарин поэтому ограничений нет а с другой стороны синие-зеленые водоросли улучшают состояние стенок сосудов и клеток крови и уменьшают риск тромбозов поэтому и совместный прием с препаратами усиливающими реологию то есть текучесть крови могут повысить риск кровоточивости и тоже нужно смотреть что вы еще параллельно едите если у вас в рационе много чеснока имбиря если вы принимаете женьшень гинкобелоба в составе каких-то средств омега-3 другие добавки да и тот же аспирин например это тоже все антикоагулянты то есть вывод какой стоит ограничить количество добавок и не надо стремиться принимать все одновременно исходя из того что это и это полезно потому что передозировка может иметь свои какие-то последствия связанные с кого-то включите пожалуйста свой микрофон внимательно и выбирайте более мощные более эффективные но для приема единичные средства и хочу еще подчеркнуть по поводу глюкозы тех кто сидит на инсулине или пред какое-то диабетическое состояние не стоит принимать мун одновременно с корицей с алоэ вера с препаратами хрома если у вас сахарный диабет второго типа то надо тщательно мониторить уровень глюкозы потому что вот это вот средство оно снижает уровень глюкозы и вовремя скорректировать чтобы вам дозы повышенной препаратов не давали это очень важно а для этого нужно наблюдать ну и наконец при наличии аутоиммунных состояний мун алгая надо принимать только вне периодов обострения и строго по одной капсуле в день больше не нужно иначе вы спровоцируете излишнюю активность иммунной системы а у тех у кого аутоиммунные заболевания она и так достаточно непредсказуемо себя ведет то есть мы всегда за мягкое благотворное воздействие ну и напоминаю что здоровая иммунная система она немыслима без здорового образа жизни поэтому следуйте известным вам правилам поддерживайте свой организм необходимыми нутриентами особенно в зимний период и радуйтесь позитивным результатам они будут обязательно эти результаты и в заключение я хочу вам сказать следующее у нас уже время заканчивается мне тут подсказывает система если кто-то из вас является пользователем телеграма мессенджера телеграма то мое объявление таково в период новогодних праздников я хочу организовать в телеграме приватный чат для обсуждения проблем и ответов на вопросы связанных со всеми аспектами образа жизни влияющими на здоровье на внешнюю красоту на жизнеспособность каждого из вас ваших друзей знакомых соседей и так далее если вы желаете стать участниками этого чата напишите мне пожалуйста личное сообщение до сих пор до сих пор Продолжение следует...